Новосибирский крематорий давно славен необычными акциями. Здесь проходили онлайн похороны, когда гроб отправлялся в пламя под прицелом веб-камеры. Сюда, на территорию скорбного заведения, привозили белочек и верблюда, чтобы те своим видом успокаивали скорбящих. Здесь было лазерное представление, посвященное памяти погибших детей. И даже выступал участник фабрики звезд Марк Тишман. И вот новая акция, совместная со студентами медицинского и театрального вузов. Началась она с того, что молодые люди вышли в центр города в белых плащах с воздушными шарами. На последних характерные надписи, которые и раскрывают замысел акции «Протест наркотикам». Многие люди-наркоманы – это все-таки наши сверстники, и это очень обидно. Но шарики – это лишь начало. После того, как парни и девушки демонстративно погуляли по Новосибирску, начался автопробег. По центру города проехали три десятка катафалков. Скорбные машины финишировали в крематории. А там продолжение выставка на тему жизни и смерти. Гробик из таблеток, конструкции шприцев, смерть с косой. Полюбовался экспозицией, добро пожаловать на концерт. Для гостей здесь организовали настоящее шоу, правда, несколько мрачноватое. Послушать музыку и посмотреть представление в крематории звали как родители, чьи дети стали жертвами наркомании, так и просто современную молодежь представителей группы «Риска». Присутствовали на акции сотрудники госнаркоконтроля. У нас образовался определенный геологический вакуум, собственно говоря, который пытается заполнить субкультуру под названием «бери от жизни все» и «все надо в жизни попробовать». С потребностью молодежи не работать на фабриках, не быть передовиком производства, не прославлять свою страну полетами куда-то в космос или куда-то, а брать от жизни все, задуряться, кайфовать и так далее. После концерта, когда над крематорием сгустился мрак, началось факельное шествие. Зрелищное, но безрадостное. А далее гвоздь программы. На публику вынесли гроб. Слава богу, пустой. Гостям предложили наполнить его, мол, пишите о своих планах на жизнь и бросаете послания внутрь. А на самом ящике людям предложили начертать, от каких пороков они хотят избавиться. Все самое скверное в топку, в буквальном смысле слова. Вооружившись чем-то наподобие миниатюрных огнеметов, студенты сожгли гроб. Я думаю, что многих настораживает сама такая акция, потому что это необычно. Но все когда-то бывает, вот в первый раз, и может быть получится так, что энтузиазм молодых медиков, актеров, музыкантов действительно даст нам вот такую новую форму воздействия. Кто-то придет и задумается над своим выбором. В общем, что и говорить, акция спорная, но миссия благая. А как еще объяснить подросткам, что колоться и глотать таблетки равносильно самоубийству? Виктория Минаева, Вадим Алексеев, Андрей Копалов, Комсомольская правда, Новосибирск.